Алкогольное изобилие на шести квадратных метрах больше шести с половиной тысяч бутылок самого популярного русского напитка Одна бутылка, одно название, правда в одной водке вот столько, в другой столько, разлив явно не заводской Бутылки изъяли из нелегального оборота, коробки здесь хранятся с 2013 года Место склада мы назвать не можем, секретная информация Сейчас паленую водку отсюда повезут на утилизацию Ну что, за бригаду начинаем с этой царской охоты Хозяина паленки взяли с поличным, полицейские провели контрольную закупку Ничего не подозревающий предприниматель продал оперативникам ящик водки Правда, потом взял самоотвод, мол, знать ничего не знаю, беленькую купил на празднование дня рождения жены Остальные три с лишним сотни коробок нашли позже в Заволжском районе Ярославля Данная продукция была изъята в гаражном комплексе города Ярославля Одном из гаражных комплексов сотрудникам УВД России по городу Ярославля Качество продукта неудовлетворительное, так как он сделан из спирта, который не соответствует качеству В небольшом боксе на бутылке наклеивали этикетки и разливали спиртное Продавали паленку в ларке на улице Павлова Теперь, спустя два года, она транзитом через Кострому отправится в Белгородскую область В село Веселая Лопань на утилизацию Я сам 35 лет работал на этом деле Так что на ликероводочном заводе Водки этой повидал в море, соблазн был в море Дмитрий Иванов, а для подчиненных просто Геннадич будет отвечать за водку в дороге Каждая бутылка учтена, ни одна не пропадет Так Геннадич путешествует по всем городам Центрального федерального округа Собирает левый алкоголь и везет его на Костромской ЛВЗ На вопрос, почему процесс утилизации настолько растягивается в пространстве и времени Отвечает, что не знает Поражает его совсем не это, а количество паленого алкоголя, которое наводнило Россию Дергий Коучин, Сергей Ватин День в событиях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!